Алло. Здравствуйте. Я вот звонил вам только что. Ой, извините, тут вызвали срочно. Продив швастированную. Да, можно. Да, странно. А на что вы ставитесь? ТРТС. Там Санпин почему-то запрещает дефростировать рыбу. Вообще все, что угодно, любой продукт дефростировать в магазине для реализации запрещено. А какой Санпин? Там от 2003 года. Даже на сайте Роспотребнадзор размещена эта информация. Интересно, да? 2003 года. А по поводу торговли? Ну там реализация... Сейчас, подождите. Я вам скажу, как называется. Сейчас, секунду. Вот я ввел просто в поиске, допускается ли реализация. И написано, что размораживание, дефростация замороженных пищевых продуктов, организация реализующих пищевых продуктов не допускается. Это 10-й регион Роспотребнадзора, регистрен в Минюсте, РФ, 6 июня 2003 года. Сейчас я вот открыл в Ворде. Сейчас вам скажу, как это дело называется. Так, 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 так. Ну вот называется. Дата введения. 25 июня 2003 года. Подписано, Нищенко. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санпин 2.3.2.13.24-03. Это же Санпин не отменен? По срокам годности нет, не отменен. Вот. А почему не отменен? Только по торговле отменен, который от Санпин 61, который в конце заканчивается. А у меня выход из облуждения. Здесь 3.1.7. Прогмораживание, дефростация замороженных пищевых продуктов, организациями реализующих пищевых продуктов, не допускается. Так. Раз так написано, то не допускается. Ага. Может, вы их вводите просто в заблуждение, они думают, что они могут так делать? Или они на свой страх и риск этим занимаются? Нет. Где-то было написано, что можно. Просто я сейчас не могу вспомнить. Что может быть? Потому что многие так делают. Ну, это нельзя так делать. А что? Я говорю, так делать нельзя. Вот даже если попробуете вкусовые качества, вот купите себе, допустим, 5 рыбешек размороженные и 5 рыбешек свежие. И попробуйте, будет совершенно разное. Та, которая размороженная, уже размороженная, они продают, оно по вкусу все время горькое. А вот если вы сами дома разморозите и пожарите, то оно будет как будто выловлено только из этого самого. Это-то да. Ну и получается, что как бы по Санпину-то нельзя, а вы что-то там говорите где-то может. Еще один момент. Вот хотел вас узнать, раз вы... Просто я это, недавно работаю, поэтому я еще не полностью включилась в работу. Смотрите, вот пицца. Да? Да? Пицца, пицца, пицца. Да. Пекает пиццу. У нее условия реализации, температурный режим какой, не помните? Алло. Вы не отключились, нет? Алло. Да-да-да, я думал вы пропали. Я забыл спросить, а вас как зовут-то хоть? А то мы так общаемся, я не знаю с кем. Алина Леонидовна. Алина Леонидовна. Вы специалист? Какая-то должность у вас есть? Что? Ну, должность какая у вас? Я специалист-эксперт. Ага. Это вот Роспотребнадзор, правильно? Угу. А меня зовут Денис, я воспотребитель. Вот мне интересует, продают, знаете, статистику в тесте продают при температуре зала. У них что угодно, если они там пишут, ну, пускай даже в сутки. Да? Они могут так продавать? Температура чего? Сосиска в тесте, знаете? Сосиска в тесте. Да. Знаете? Вот они имеют право продавать при температуре зала? При температуре зала? Ага. Какое-то время имеют. Какое время? А там от приготовления, там сколько-то, я сейчас не могу вспомнить. Давайте я вам напомню. Но имеют. Потому что мы же в общепице тоже теплое берем. Смотрите, по ТУ, ТУ, вот как раз сосис от тесте, условия реализации плюс два, плюс шесть. При другой температуре реализация не допускается. Странно, да? Это по ТУ. По Санпину, я уже не понял, какой, допускается. Ну, это какого-то типа горячего стола, не более трех часов. Ну, это не более трех часов. Это как вот курица-гриль, он у него срок годности три часа при температуре плюс шестьдесят пять в холодильнике плюс двенадцать. Почему-то перекрестки пишут при температуре плюс шестьдесят пять плюс пять часов, а в холодильнике они пишут сорок восемь. То есть они увеличивают сами срок, да, вот так, написанием на стикере выдуманного какого-то срока. Хотя есть три. А может они обосновали сроки годности и у них есть документы? С чем они обосновали? Ну, обосновывают сроки. Знаете, в Санпином установлено срок годности три часа при температуре, а кто-то может обосновать больше. Мне вот интересно, это как? Сорок восемь часов это при температуре, при комнатной температуре вы имеете в виду? Нет, они пишут сорок восемь часов при температуре плюс два плюс шесть. Ну. Ну. А почему-то по Санпину двенадцать часов. Санпин, как сказать. Если у них рецептура другая, они могут свою продукцию отправить в ФБУС и обосновывать сроки годности. ФБУС делает исследование в течение сорока восьми часов и выдает им заключение, что вот эту продукцию можно хранить в течение столько-то времени. Так, то есть у них должен быть документ с печатями? Да, да. Так. Что-то я еще хотел сказать. В общем, с рыбой мы разобрали, что нельзя ее размороженную продавать? Или можно? По рыбе... Ну, в Санпине написано дефростированную нельзя. Вот. Все-таки нельзя. Значит, они нарушаются. Что нужно от меня, чтобы вы пришли в магазин и, наконец-то, оштрафовали их за реализацию, за нарушение закона? Что нужно сделать? Написать жалобу. Угу. И вы... Предоставить фотографии или что у вас там будет. Или видео, да, предоставить? Ну, или видео, да. А если я вот вам, допустим, предоставлю видео, только не на каком-то носителе, а ссылка на YouTube-канал, в котором будет данное видео. Это устроит? Алло. О-о-о. На YouTube-канал? Ну, да, вы просто зайдете и ознакомитесь, посмотрите полностью видео. Как я захожу, спрашиваю у них. Они говорят, да, это размороженная рыба нами. Ну, если там видео будет, ну, наверное. С этим еще не сталкивались. Ну, суды, допустим, мы обратились в суд, мы не предоставляем данные, потому что видео занимает, там, допустим, 10-15 гигабайт. Это нереально вам предоставить. Там, 30 гигабайт, 50 гигабайт видео. А так, до сих пор, раз и посмотрели, это же доступно любому. Даже суды не требуют от нас каких-то либо флешек, там, дисков. То есть мы даем ссылки на видео, доступные в интернете, и они заходят в постосмотр. Ну, думаю, тогда да. Ну, то есть вот мы сходим, найдем, можно даже полицию вызвать, да, чтобы они это все охраняли, что действительно, да, и рыба депрессивна. Чтобы были доказательства, чтобы временно исполняющий обязанности начальника Роспотребнадзора не написал нам очередную отписку. Мы пришли в магазин на Рогазель С-4, Плазма, там магазин Магнит. Мы 4 дня подряд ходили, вызывали полицию, все грамотно оформляли. Нам пришли ответ, что нет системы, нет возможности людей отравления, а то, что колбаска на 3,5 месяца была просрочена, до сыра на 4 месяца, и курица гриль просрочена на 5,6 дней, она считает норма. А, я вас поняла, да, но это не она считает, это верхушка у нас считает, что это не повод выйти на проверку. Ну, потому что, видимо, заряжает их там хорошо, наверное, да, но это мое мнение, что, видимо, там, наверное, денег им дали, да, они вам тут дают указания. А как же вы, вы ведь работаете. Сказали бы, нет, мы сходим, мы обязаны сходить. Ну, мы это все понимаем, просто есть закон, который сейчас после ковида, там, упразднили все. Теперь, если только там угроза жизни и здоровью. Хотя мы понимаем, что это угроза, может быть и отравление, и все. Но мы сейчас согласовываем с прокуратурой, а прокуратура нам не согласовывает. Ага, ну, мы уже написали жалобу, вернее, ну, да, написали заявление в прокуратуру на ваше время исполняющую обязанности и в следственный комитет. Можете ей передать, что скоро к ней, я надеюсь, придут. Раз не хочет, не хочет она соблюдать законы. Причем вы мне сейчас говорите, что достаточно жалобы, чтобы вы сходили. Опять же, вы говорите, что сходите только в том случае, если угроза жизни. По жалобе мы можем предостережение выдать. А по заявлению нет, да? Пожалуй. Ну, по заявлению можем выдать предостережение. Но можем также попробовать через прокуратуру, но мы не можем вам обещать, что будет проверка. Потому что это прокуратура нам согласовывает проверку. Без них мы не можем просто так выйти. Значит, получается, что прокуратура вам не дает исполнять свои должностные обязанности, по сути. Да, если мы там написали им о том, что вот такая была жалоба, хотим выйти на проверку выездную, чтобы проверить все это. И вот, если они отказывают нам, то да, это от них все зависит. В общем, вы хотите, а вам не дают. Да, даже если мы захотим, а нам отказывают. Даже если захотите. Все, я понял. Ладно, спасибо большое. Главное, хотя бы по рыбке мы определились. А можно ваш номер телефона? Можно. 965. 804. 804? А давайте лучше, нет, давайте другой номер. 8 921. Еще раз. 8 921. Угу. 6 шестерок 1. 6 6 шестерок? Да. И в конце единица. Угу. Денис, да? Да, Денис или если, может быть, Владимир подойдет. Может, Владимир. Я или Владимир. Угу. Угу. Все. Хорошо, если вы ищите, позвоните, скажите, что там у вас по остальным моментам. Угу. Все, до свидания.